Работы по благоустройству городских дворов планируют закончить до 30 ноября. В программу формирования комфортной городской среды вошли 200 объектов, находящихся в Рязани и области. Однако в ряде случаев подрядчик даже не приступил к работам. Из 200 дворов еще две недели назад у нас не приступали к 92. Это было две недели назад. По состоянию на сегодняшнее утро у нас не приступали к 41 только двору. Городские власти отмечают, что к большому объему работы не были готовы управление энергетики и ЖКХ. Именно они должны были контролировать ход ремонта. После кадровых перестановок удалось ускорить процесс. Также было отмечено, что наряд объектов долго искали подрядчиков. Если мы еще месяц назад понимали, что половина объектов даже не были разыграны, кто будет играть, участвовать в конкурсах и кто выиграет, потому что, откровенно говоря, приходилось за уши притягивать подрядчиков. Никто не хотел на это идти. Ну, ввиду того, что и время уже, и торговали поздновато, и вот существующая погода. Все участники рынка понимают, насколько сложно работать у двора. Поэтому мы даже переторговывали, переторговывали муниципальные дворы дважды. В этом году программа реализуется впервые. Основное внимание уделили замене дорожного полотна. На сегодняшний день к сдаче готовы 60% дворовых территорий и 70% общественных. Однако, прежде чем подрядчик может вздохнуть спокойно, к нему на объект приходит специальная комиссия. Она состоит из активистов и местных жителей. Качество оставляет желать лучшего. Уклоны нигде правильно не делаются. Жители жалуются. Лужи стоят после этого. Колодцы к ним тоже подходят ужасно безобразно. Не заделаются. Вот подробная справка. Я готова вам ее отдать. На что жалуются жители. МАГЭС-16 – это один из последних, где ведутся работы. Там такие активные молодые люди. Уже сейчас понятно, что ряд объектов придется переделывать, так как они не соответствуют стандартам. И даже если проблемы не удастся увидеть сразу, подрядчик будет обязан устранить их за свой счет в период пятилетнего гарантийного обслуживания. Также стоит отметить, что в следующем году для реализации программы формирования комфортной городской среды планируют задействовать не 200 дворов, а только 30. Зато сделать их качественно и комплексно. Начиная от освещения и заканчивая детской площадкой.